28 марта житель села Красноселка Коминтерновского района, ветеран антитеррористической операции, 28-летний Андрей Лебедь получил заслуженную за боевые подвиги квартиру. Как бы парадоксально это не звучало, но Андрей уникальный человек, как и многие тысячи украинцев, защищавших свою землю. О нем стоит рассказать подробнее. Андрей отправился на фронт в 2014 году по приказу. Пришел в расположение подразделений 28-й бригады сам, став контрактником. Оператор-наводчик БМП. Служил честно и там, на востоке, был ранен в бою с захватчиками неподалеку от поселка Мариновка. Тогда же и получил инвалидность второй группы. Есть там в Донецке, есть такая известная Саурмагила. Она сейчас разрушенная, конечно. И у нас наша была задача захватить ее. А в чем был подвох, что у нас 7 человек было. А их 500. И мы ничего не смогли сделать. Получается, в мою технику попал снаряд противотанков. И подорвалась машина. Как, с каким чудом уцелели, вообще без понятия. Так что полученная квартира, которую боец ждал, пришлась как нельзя кстати. Тем более, что молодой семье было нужно свое жилье. К будущему оформлению же готовятся. Так, стены в квартире решили украсить рисунками. Я хотел вообще на стенах нарисовать. Больше как вот что-то с военными связано. Но девушка наорала на меня. И решили покрасить белый цвет и сделать рисунки. Как-то так вот. А более девушка выбирала? Вместе. Ходили вместе и выбирали. Ну, в основном она. Я только ходил, да, да, нет, нет. За поступки и верность присяге, наверное, стоит поблагодарить родных Андрея. Прежде всего, бабушку и дедушку. Так сложилась судьба, что именно им пришлось воспитывать парня. Он был сиротой. Без отца рос. Мы сами с бабушкой вдвоем воспитали. Я считаю, что воспитала его нормально. Потому что, ну, не пошел он по плохой дороге, пошел по хорошей. Даже после того, что с ним случилось, другие ноги падают. Но он же не упал, стал нормальным человеком. И так и есть дальше. Помогает нам очень много. Ну, а что я другому сказать, а своего внука? Так, сын мой-то и все. Почетную миссию вручения ключей от одной из первых квартир, купленных за государственный счет, выполнял председатель Одесской облгосадминистрации Михаил Саакашвили. Я хотел бы, чтобы мы... Настолько это было бы обычным явлением в выдаче квартиры, что глава администрации в то же время не должно было бы этим заниматься. Это сейчас настолько редкое явление, что вот мы все радуемся этому. Пока что все основные квартиры, которые мы выдавали, они были выданы волонтерами. Это одна из первых, которую выдал государство. И на самом деле эти вещи, этими вещами должно заниматься государство. Выделены деньги, но их вообще недостаточно. Квартира – это хорошо, но необходима также работа, реабилитация, забота. Да и вообще аккуратный, постепенный возврат героев АТО к мирной жизни. Люди не должны забывать, благодаря кому они могут спокойно спать, гулять, растить и воспитывать детей в мирных городах Украины. Анатолий Косин, Евгений Войтенко, телекомпания «Круг».